Музыка Начинаем седьмую лекцию по книгам Ездра и Неймия. Сегодня у нас третья глава книги Неймия. В стихах с первого по третий люди отстроили овечьи ворота и прилегающую к ним территорию. После совета Неймия народ начал строительство Иерусалимской стены. Первосвященник и его братья-священники принялись за работу. Затем люди разделили стену на секции и начали строительство. Стена была поделена на 42 строительные секции. Люди объединили усилия и делали все возможное на своем участке. Израильтяне решили восстанавливать город немедля. Важно незамедлительно вставать и заниматься Божьим делом. Так же необходимо работать вместе. В Евангелии от Матфея, 21 главе, 28 стихе, Человек говорит своему первому сыну, чтобы тот шел работать в виноградник. Сын отказался, но позже, раскаившись, принялся за работу. Осознав волю Господа, мы должны немедленно повиноваться. В первом стихе сказано, что первосвященник Елия Шиф и его братья-священники Елия Шиф являлся первосвященником. Он был племянником Иисуса, вернувшегося с Зарававелем в первом переселении. Овечьи ворота находились на северной стороне Иерусалима. Они были рядом с башней Мяа. Первосвященник Елия Шиф взял на себя руководство строительством. Это был поступок, достойный одобрения. Первосвященник дал жертвы Господу. Было уместно отстроить овечьи ворота, возле которых приносили Богу агнцев. Сегодня пасторы должны взять инициативу в выполнении Божьего дела. Каждому человеку, находящемуся на своей должности, нужно выполнять поставленные обязанности. Верующие должны выполнять то, что им поручают. Если человек не выполнит свои обязательства, то строительство Божьего Царства будет незавершенным. Это откроет дверь врагам. В стихе написано От башни Мяа осветили их до башни Хананелла. Эти две башни стояли по углам городской стены к северу от Иерусалима. Они находились между овечьими и рыбными воротами. Третий стих Башни были построены согласно пророчеству Иеремии. Книга Иеремия, 31 глава, 38 стих. Во второй половине первого стиха сказано Осветили их. Город Иерусалим был построен. Овечьи ворота от башни Мяа до Хананелла Были специально посвящены Богу, Потому что первосвященник строил их со святым усердием. В стихах с третьего по пятый Люди восстановили рыбные ворота И все связанное с ними. Они располагались к северо-западу от Иерусалима. Рыбные ворота находились при башне Хананелла. Они получили свое название, Потому что были расположены рядом с рыбным рынком. В четвертом стихе Меремов, сын Урии И многие другие Чинили стену между рыбными И старыми воротами. Чинить Значит восстанавливать то, Что было разрушено. В пятом стихе сказано Впрочем, знатнейшие из них Не наклонили шеи своей Поработать для Господа своего. Люди из Фикои, Родного города пророка Амоса, Поднялись на восстановление города. Тем не менее, Знать не участвовала в строительстве. Они не работали, Потому что были высокомерными. Знатнейшие не трудились, Так как считали, Что это трудная и черная работа. Это было их грехом. Такой поступок Заслуживает Божьего обличения. Имена тех, Кто участвует в строительстве Небесного Царства, Будут записаны В книге жизни. Человек, который не трудится Для Божьего дела В этом мире, Будет судим. Он не получит Награды на небесах. Поэтому нам, Верующим, Нужно активно участвовать В строительстве Духовного города Сион. Строить город Иерусалим Означает защищать от врага Храм и людей. А также Укреплять Израиль. Духовный смысл Состоит в том, Что истина Делает сильнее Церковь, Божье Царство И динаминации. Строительство храма Относится К духовному росту Христиан. Поэтому важно, Чтобы мы Возводили Духовное святилище. Защищали его. Строили церковь В истине И держали врагов На расстоянии. Стихи С шестого По двенадцатый Народ Отремонтировал Старые ворота И территорию, Прилегающую К ним. Старые ворота Располагались Между рыбными воротами И широкой стеной. Возможно, Они назывались Старыми, Потому что Были намного Старше, Чем Восстановленная Недавно Широкая стена. После того, Как люди Отремонтировали Старые ворота, Они вставили В них Замки И засовы. В седьмом стихе Мужчины Из Гаваона И митцфы Чинили место От старой До широкой стены. Восьмой стих Здесь показано, Что в строительстве Также участвовал Узиль, Серебряник И ханания. Все люди Из разных регионов И независимо От статуса Взаимодействовали Друг с другом И участвовали В восстановлении Божьего города. Широкая стена Находилась К северо-западу От Иерусалима. Царь Езекия Отстроил то, Что разрушил Иоаз. Широкая стена Была построена В семьсот двадцать первом Году До нашей эры Во время Разрушения Самарии. Время, Когда израильские Переселенцы Вошли в Иерусалим. В девятом стихе Рифаия, Начальник Иерусалимского Полуокруга, Ремонтировал Следующий участок. Если чиновники И политики Высоких статусов Участвовали В этой работе, То они Были достойны Уважения. В десятом стихе Иедаия, Сын Харумафа, Делал ремонт Напротив своего дома. Мы тоже Должны делать Все возможное, Работая На своем поприще. Необходимо Нести крест, Данный нам. Тот, кто ответственно Тот, кто ответственно Работает, Нужен Божьему Царству. Мы должны отстроить Стену, Находящуюся Перед нами, Чтобы враг И дьявол Не смогли Попасть За ее пределы. В одиннадцатом стихе Для защиты Западной части Иерусалима Была построена Печная башня. Малкия Был женат На чужестранке. Он покаялся И участвовал В восстановлении Города Иерусалима. Всякий, кто Раскаивается И возвращается После того, Как согрешит И принимается За строительство Божьего Царства Получает Благословение. В двенадцатом стихе Мы видим, Что дочери Шаллума Также помогали Восстанавливать Город. Женщины Тоже Участвовали В работе Бога. Стихи Тринадцатый И четырнадцатый Люди Чинили Врата Долины Навозные Ворота И их Близлежащую Территорию Врата Долины Находились В северо-западной Части города Они Они также известны Как угловые Стена От ворот Долины До навозных Ворот Являлась Южной стеной Иерусалима Иерусалима В длину Она составляла Около Тысячи Локтей Навозные Ворота Находились На юго-востоке Иерусалима В тринадцатом Стихе Зано-Ах Был регионом Расположенным Примерно В восемнадцати Километрах К западу От Иерусалима Люди Предлагали Свою помощь Преодолевая Большие Расстояния В четырнадцатом Стихе Сын Рихава Был очень Сильным Человеком Люди Из Рихава Починили Ворота Вставили Двери Замки И засовы Скорее всего Навозные Ворота Использовались Для сброса Фекалий Стихи С пятнадцатого По двадцать пятый Народ Чинил Ворота Источника И его Окрестности Их отстраивал Шалум Начальник Округа Мицфы Правители Других Округов Также Участвовали В восстановлении Города Ворота Источника Располагались На юго-востоке Иерусалима Они стояли Между навозными И водяными Воротами Купальня Силуан Была также Известна Как Шилуах Вода Вода Источника Гихон Протекавшая В Кедрон В Кедронской В Кедронской долине Попадала В купальницу Силам Царский сад Располагался Рядом с ней Шалун Шалун Чинил Стену У купальни Стихи 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 С шестнадцатого По девятнадцатый Люди Чинили Стену От купальницы Силуан До угловой Оружейни Неемия Сын Азбука Не является Автором Этой Книги В этих Стихах Упоминается Много Начальников Они Были Высокопоставленными Чиновниками Иудеи Вернувшимися Из Вавилонского Плена Они Проявили Инициативу И участвовали В строительстве Божьего Царства В стихах С двадцатого По двадцать Шестой Написано Что народ Чинил Участок От оружейного Склада До точки Противоположной Водяным Воротам Возможно Для этого Ремонта Люди Использовали Свои Собственные Деньги Они Они Вложили Свой Материал Старание И силу Для строительства Божьего Города Все Все что мы Используем Для Господа Будет Сохранено На небесах Бог Бог Запомнит Нашу Веру И раздаст Нам Награды В стихах В стихах Двадцать шестом И двадцать седьмом Нефинеи Отремонтировали Водяные Ворота И Близлежащую Территорию Служители Храма Живущие В Афеле Чинили Участок Напротив Водяных Ворот До Выступающей Башни Они Служили В храме И Тоже Участвовали В работе Водяные Ворота Располагались На востоке Иерусалима Через них В Иерусалим Поставлялась Вода Выступающая Башня Находилась На востоке Города Она Располагалась Севернее Чем Водяные Ворота Стена Офела Относилась Городской Стене Офеля Офелем Первоначально Назывался Холм К юго-востоку От Иерусалима Он Он был Частью Города Давида В стихах С 28 По 32 Люди Чинили Конские Ворота И все Что Принадлежало Этой Территории Священники Делали Ремонт Каждый Напротив Своего Дома Конские Ворота Находились На востоке Иерусалима Через Них Въезжали И выезжали Все Лошади В 32 Стихе Серебренники И торговцы Участвовали В ремонте Междуугольным Жильем До Овечьих Ворот Как упоминалось Ранее Овечьи Ворота Были Построены Первосвященником Елеашивом И его Братьями Священниками Ремонт Начался С Овечьих Ворот И закончился Восстановлением Всей Стены Люди Объединялись Друг с Другом И строили Городскую Стену Она Укреплялась Потому что Израильтяне Делали Все От них Зависящее И усердно Работали Мы Также Должны Возводить Духовный Сион В четвертой В четвертой Главе С первого По третьей Стихи Враги Издевались Над Израильтянами Из-за того Что те Восстанавливали Иерусалим Санавалат Санавалат И Товия Смеялись Над Немией Иудеями Санавалат Санавалат Был Харанитом Вторая Глава Десятый Стих Он Является Правителем Самарии Назначенным Персидским Царем Санавалат Был Религиозным Синкретистом Он Агрессивно Высказался О строительстве Чистого Иерусалима Самария Была Территорией Северного Израиля Однако В 721 Году До нашей Эры Эту Землю Завоевала Ассирия Затем Ассирийский Царь Расселил Множество Израильтян По разным Регионам Царь Также Населил Израиль Другими Народами Следовательно Самаритяне И израильтян И израильтяне Жили друг с другом В конце концов Они смешались Евреи также Смешали Религии Служили Господу И чужим Богам Был шанс Того Что после Реконструкции И усиления Иерусалима Санавалат Стал бы Представлять Угрозу Для города Таким образом Недоброжелатель Чинил Препятствия И подвергал Критике Восстановление Иерусалима Во втором Стихе Написано Неужели Они Когда-либо Кончат Санавалат Предполагает Что Иерусалим Будет Слабым Городом Товия Из третьего Стиха Был Аманитянином Он Служил Чужим Богам И Выступал Против Всевышнего Товия Ругал И Высмеивал Строителей Пусть Их Строят Пойдет Лисица И Разрушит Их Каменную Стену Пад Пад Падшая Религия Прервала Строительство Иерусалима Через Санавалата И Товию Зараженные Грехом Религии И Мирские Власти Собираются Вместе И Преследуют Верующих Стихи Стихи С четвертого По шестой Не имея Помолился Отдал Своё Сердце Богу И Строил Город Он Не приходил В уныние Даже Когда Враги Клеветали На Еврейский Народ И Презирали Его Виночерпий Обратился За помощью Господу И Продолжил Строительство Если Верующие Останавливают Божье Дело Из-за того Что их Преследуют То Они Проигрывают Дьяволу Сегодня Мы Сталкиваемся С Испытаниями Лишениями И Гонениями Поскольку Трудимся Для Господа Нам Нельзя Останавливаться Необходимо Молиться Богу Полагаться На Его Силу И Продолжать Двигаться В Шестом Стихе Люди Достраивают Стену Это Означает Что Реконструированная Стена Полностью Соединяется Сегодня Строя Духовный Храм Мы Должны Поступать Так же Христианам Нужно Объединяться С Другими Христианами Церкви Должны Быть Связаны С Другими Церквями В стихе Сказано И у народа Доставало Усердие Работать Даже Когда Враги Преследовали И высмеивали Иудеев Те не Ослабли Они Работали Складывая Своё Сердце Как Результат Городская Стена Была Отстроена И Соединена Она Также Достигла Половины Своей Высоты Отстраивая Отстраивая Духовный Город Господа Мы Тоже Должны Работать От Всего Сердца Стихи Они Они Разозлились И Раздосадовались В седьмом стихе Азатяне Проживали В филистинском Городе Аждод Слуги Дьявола Всегда Приходят В ярость Когда Видят Что Божьи Дела Идут Хорошо Враги Собираются Вместе Чтобы Препятствовать Истине И Разрушать Церковь Когда Верующие Сталкиваются С соблазнами И Вражескими Атаками Важно Чтобы Они Молились Христиане Должны Быть Защищены От Выпадов Врагов Независимо От Того Насколько Крепка Городская Стена Она Рухнет Если Верующие Не Защитят Себя От Атак Недоброжелателей Важно Строить Город Но Необходимо Также Противостоять Силам Разрушителей Нужно Быть Активными В Созидании Истины Мы Должны Воспрепятствовать Всяким Вражеским Силам Которые Приходят К нам Как Волки В Овечьей Шкуре В Десятом Стихе Мы Видим Что Иудеи Ослабли От Длительного Строительства Стены Люди Больше Не Могли Ее Чинить В Начале Они Упорно Трудились Но Их Сила Начала Иссекать В Такие Моменты Мы Не Должны Останавливаться Но Продолжать Стремиться Изо Всех Своих Сил И Это Поможет Добиться Успеха Когда Верующий Отдает Всю Свою Силу То Бог Помогает Ему В Одиннадцатом Стихе Враги Угрожали Израильтянам И Обманывали Людей Живших По Соседству С ними Недоброжелатели Создавали Помехи Чтобы Они Не Строили Городскую Стену Не Немия И Иудеи Столкнулись С внешними И Внутренними Трудностями Однако Виночерпий Не Опустил Руки Он Полностью Опирался На Господа И Продолжал Активно выполнять Божью работу. В 12 стихе сказано «Говорили нам, что они нападут на нас». Евреи, жившие рядом с врагами, пришли к иудейским лидерам и предложили пойти с ними на компромисс. Однако знать не пошла на сделку. Если мы будем идти на компромисс с ложью, то потерпим неудачу в Божьей работе. Стихи с 13 по 20. Иудеи начали противостоять друг другу. Они были разделены на колено. Народ вооружился мечами, копьями и луками и оборонялся от врагов. В 14 стихе Неиме говорил с народом «Не бойтесь их, помните Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои». Сегодня, выполняя Божье дело, мы не должны бояться дьявольских нападок. Если христиане будут мужественно сражаться, то Всевышний даст им победу. В 15 стихе написано, что враги услышали, что Неиме раскрыл их заговор. Они отказались от своих замыслов. Бог расстроил планы врагов. А люди продолжили работать во славу Господа. В 17 стихе строители держали оружие в одной руке, а другой работали. Они трудились и сражались одновременно. Когда мы строим Божье царство, то тоже должны делать так. Сражение в бою – это полдела. Строительство является остальной половиной. Если верующие будут строить, но избегать сражения, то они потерпят неудачу. Когда мы будем обороняться, забыв о строительстве, то у нас ничего не получится. Если мы перестанем сражаться, а сконцентрируемся на поиске корма для овец, то станем свидетелями прихода волков в овечьей шкуре, поедающих стадо. Перестав кормить овец, и, увлекшись противостоянием, мы заморим стадо голодом. Сегодня в церкви необходимо кормить овец духовным хлебом жизни. Нам также нужно бороться против гуманизма, мистицизма и лжи, входящей в церковь. Мы должны противостоять новым теологиям, вседозволенности и культам. В 18 стихе все люди носили по бокам мечи и ждали атаки врага. В то же время они строили городскую стену. Возле Неймии находился трубач. Строительство города было велико и обширно. Трубный звук при атаке врага призывал людей на сражение. В стихах с 21 по 23 днем и ночью готовые к противостоянию люди продолжали работу. Они не прекращали работать с раннего утра до глубокой ночи, возводя безопасное укрытие. В 21 стихе половина мужчин держала копья от восхода зари до появления звезд. Люди возводили стену и были готовы к защите. Израильтяне работали и были на чеку с утра до ночи. В 23 стихе мы видим, что засыпая ночью, они даже не снимали свою одежду. Отлучаясь за водой, народ брал с собой оружие. Все спали с мечами и не снимали одежду. Стража не отвлекалась ни на минуту, как 300 воинов Гидеона. И только так им удалось отстроить городскую стену. На этом мы закончим седьмую лекцию по книгам Ездра и Неймия. Спасибо вам!